Доброе утро, ребята, с вами снова я, Полина Вернир, и сегодня у нас второй влог из Питера. Сейчас я уже оделась, накрутилась, и мы выезжаем в парк трёхсотлетия. Время у нас 9.30, как раз в 8 я встала, уже оделась, накрасилась и готова уезжать. Вот у нас шикарное утро в Питере, как я люблю этот город, я не перестану это повторять, мне кажется, в этом году у нас будет слишком много влогов для Питера. Мы сейчас все встретились и идём завтракать, я правда не знаю куда, но нас куда-то ведут. А, кстати, в планах у нас ещё найти the store, потому что у меня что-то с наушниками происходит непонятное, они то работают, то не работают, то заряжаются, то нет, а наушники мне купили недавно. Поэтому сейчас мы заберём наушники у Роксаны. Помните, как вчера тут красиво светило солнце, а сегодня его уже нету? Ну ладно. Ну что, сейчас мы приехали в Теремок, потому что Роксане всё равно очень понравилось. Всем уже принесли еду, я как всегда сижу, меня обделили. Я решил взять дунчик и чайочек зелёный, ничего интересного. Ну а сейчас мы направляемся в Питерское метро, на Невский проспект, и поедем оттуда как раз-таки до парка 33, точнее нужно до какой-то станции там, и оттуда пешочку. А мы выходим в город, красота. Мы приехали к парку 300-летия Санкт-Петербурга. Вот такая у нас красота. Вообще, наверное, это неправильно, что мы в минус 19 приехали в парк погулять, но ладно. Мы просто не нашли ещё, когда можно туда сходить. Поэтому приехали сегодня. Но пока что не холодно. Я точно знаю, что летом здесь очень-очень красиво, но сейчас мне интересно посмотреть вообще, что здесь зимой. Тем более, тут можно классно пофоткаться. В общем, как найти приключения? Вы нашли? Серьёзно? Офигеть. В общем, Роксана у своей подруги видела в инстаграме фотку, где она стоит на камнях каких-то в парке 300-летия Петербурга. Вот. И мы просто в этом парке искали эти камни. Но нашли, походу. Вот. Камни, в принципе. Вот эта башня. Как-то так. Видите, какая красота. Я не могу. Ааа, классно. Сейчас мы чуть-чуть пофоткались. Фотки вы, кстати, увидите совсем скоро. В моём инстаграме. Поэтому подписывайтесь. Ссылочка всегда есть внизу в описании. Вы, наверное, знаете, что-то сделать. Ну, ладно. Мы чуть-чуть прогуляемся по набережной и потом пойдём в подружку. Потому что кто-то молодец и забыл лак для волос, как я уже говорю. Сейчас мы чуть-чуть прогуляемся ещё по набережной и далее пойдём в подружку. Потому что кто-то забыл лак для волос. Просто какой вид, как красиво. Она глупая вообще. Ну что, мы купили лак для волос. Сейчас мы куда-нибудь сядем. Мне нужно написать своему репетитору по поводу завтрашней встречи. Вот, как-то так. Оксана, мы зашли в буквоет, чтобы найти какую-то открытку, с которой она хочет сделать фотку. И в итоге она не пробивается. Тут исчез. Нужно подождать минут 15. Ну ничего, мы сейчас пока что походим. Смотрим, может, что-то купим. С книг. Ну что, собственно, мы купили открытку Роксане. Она её хотела. Купили. Возвращаемся в торговый центр, потому что мы хотим разобраться с моими наушниками, так как зарядка держится всего минут 15, хотя с утра я их заряжала до 100. Да уж, мы не ожидали, но в истории сказали, что нужно отправлять на экспертизу, которая идёт в течение 9 дней. У меня этих 9 дней тут нету. Супер. Пока что будем пользоваться Роксаниными наушниками. Это станция метро Боговая. И метро закрытое, в принципе, что актуально для Питера, но оно такое прозрачное. Что, сейчас мы приехали на станцию метро Гостиный двор и заказали такси. Едем мы в Новую Голландию. Опять-таки же, там я была очень давно. Думаю, мне понравится. А кто-то там вообще не был. Не будем говорить, кто, конечно же. Роксана предложила пойти на каток, но мы как-то против этого идеала, потому что очень холодно, и в коньках ноги точно замёрзнут. Мы просто идём искать локации для красивеньких фото. У меня вообще полностью распались кудры, но как бы что я хотела без лака. Вот. Сейчас я забрала у Роксаны невидимки, почему бы и нет, да? И идём фоткаться. Видите, что мы нашли? Знаете, что мы сейчас с этим будем делать? Да? Правильно вы думаете. Мы заехали в тюрьму, чтобы пообедать, и будем просто гулять по центру. У меня, как всегда, мой любимый суп и чай с мятой сегодня, а у Роксаны какой-то новый блинчик, он по-моему, с кумникой. Как-то так. Прикусили, и теперь направляемся в цветочный магазин, чтобы купить моему репетитеру цветы. Вот, как-то так. Вообще, я планировала это сделать завтра, или должна была заказать моя мама, но что-то пошло не по плану, и мама не смогла их заказать, поэтому мы идём сегодня. Нам с Роксаной пришлось идти в цветочный магазин, мы его очень долго искали, потому что в центре Питера их очень мало. Вообще, я хотела собрать букеты с кустовых роз в коробке, но коробок не было, и мне пришлось выкручиваться. Я нашла ещё в этом цветочном магазине тюльпаны, они были такие красивые, и я спросила вообще, как возможно их подарить, когда нету вазы, и ещё им где-нибудь стоять. Вот, мне предложили взять каркас, куда наливается вода, и в принципе, всё может стоять без вазы. Ну и сейчас мы отправляемся в отель, чтобы положить букет, так как я не буду с этим ходить, и пойдём гулять по центру. Как я поняла, Роксана хочет в Казанский собор, я, кстати, там тоже сама никогда в жизни внутри не была, только фоткалась около него, а так можно, в принципе, туда зайти. Мы положили цветы в номер, и идём гулять по Питеру, просто по центру, думаю, пройдёмся, поболтаем, возможно, потом куда-нибудь зайдём. Что, мы только что буквально вышли из Казанского собора, сейчас ищем какой-нибудь косметический магазин, чтобы найти нормальный лад для лоус, не то, что нам сегодня подружки пробили. Обычно я вообще приезжаю в Питер на один день. У меня было несколько ситуаций, когда мне нужно было это сделать несколько дел, и мне приходилось так одним днём оставаться. Но сейчас я приехала сюда на 4 дня. Это очень просто. Время у нас 12.06. Сейчас, я думаю, мы ещё где-то час погуляем, и потихонечку будем двигаться в отель, потому что завтра мне рано вставать, как и всем, потому что мы едем с утра на совместную фотосессию на улице, а потом я поеду встречаться со своим репетитором. На самом деле, я безумно счастлива, что у нас получится встретиться. Я очень-очень хотела. Вообще, мне кажется, если бы я не сдала итоговое собеседование, мне было бы стыдно туда ехать, но нет. Посмотрите, как это вечером выглядит. Красота. Я не знаю, сколько за это видео я скажу. Красота. Это так. Ну что, сейчас я приехала в отель. Думаю, буду звонить маме и ложиться спать, потому что завтра очень-очень сложный день. Рано вставать. Завтра я встаю в 7. С утра у нас будет фотосессия совместная с моими друзьями, а потом я поеду встречаться с репетитором. Честно сказать, чуть-чуть переживаю, потому что никогда не видела своего репетитора вживую, и я очень люблю русский. Благодаря ей я безумно благодарна. Вот, смешанные пока что чувства. Но думаю, все будет хорошо. Ладно, всем хочу пожелать спокойной ночи. Встретимся уже завтра. Всем доброе утро. Сейчас время у нас где-то 9 утра, и мы подвигаемся завтракать. Кстати, вообще изначально мы в Питера должны были лететь с числа 12-го, но в итоге решили в 18-го лететь, так как Оксана хотела, чтобы мне пришли результаты в собеседовании. Ну и потом я захотела, чтобы мне пришли результаты, я поехала встретилась с своим репетитором. Пошел после собеседования, подумала, что это плохая идея, потому что я думала, что не сдала, но, как оказалось, в итоге сдала на максимальный балл. Ладно, все, меня уже ждет Оксана, я буду убегать. Сегодня в Питере вот такое вот шикарное снежное утро, и мы идем в Зингер, чтобы позавтракать, и потом поедем в Петропавловской крепости. Мне кажется, за эту поездку мы увидим любую погоду Санкт-Петербурга, потому что мы приехали, было солнце, вчера не было ничего, а сегодня идет снег. Великолепно. Кстати, сегодня с утра я очень долго не могла надеть линзы, я вообще не понимаю, что со мной было не так, но они куда-то падали постоянно, но я их одела. Мы только что позавтракали, и сейчас мы приехали в Петропавловскую крепость, погуляем тут сюда, очень хотела Роксана, поэтому мы решили, что нам нужно сюда приехать. У нас непредвиденная ситуация, Роксана замерзла и хочет чай, идем куда-то. И я теперь благодаря Роксане тоже захотела чай. Спасибо. Мы купили чаек, и уже наконец-таки идем к Петропавловской крепости. Ну что, сейчас мы заехали в Тюрьмак, потому что хотим попить чаек, и поедем на фотосессию. У нас время где-то 12 часов, мы решили, что мы дойдем пешком до моего отеля, там я переоденусь, и поеду в кафе встречаться со своим репетитором. Для отеля нам идти минут 40, я думаю, мы сейчас хорошо прогуляемся, тем более, нам не очень холодно пока что. Сейчас мы заедут, и мы будем приезжать. Как-то так. Мы выезжаем в кофейню. Я тысячный раз повторюсь, что я очень люблю своего репетитора по-русскому. Мне очень нравятся наши занятия, при этом это была девятая попытка найти нового репетитора, и я безумно счастлива. вообще не верится, что сейчас буквально там через полчаса мы увидимся в другую. Но это мы уже приехали, и сейчас я буду выходить. просто почему все нормальные люди приезжают на встречи там за 2 минуты, за 5 минут, я приезжаю всегда за 20 или за 30. Мы уже попрощались с моим репетитором по-русскому. Честно, я безумно рада, что мы встретились, потому что это так классно, когда ты видишь человека сначала просто в зуме, а потом встречать живу. Это очень классно. Вообще, я думала, что сейчас я пойду в отель, но мне написала Роксана, и как раз таки, что они уже едут сюда, в центр, и мы будем сейчас тут гулять, думаю, походим, просто пофоткаемся. Вот, как-то так. Сейчас мы, как всегда, прогуливаемся по своему стандартному маршруту, и просто идем, гуляем по центру, сейчас придемся вдоль Дворцовой площади, ну, как-то так. Мы с Роксаной направляемся ко мне в номер. Роксана взяла себе пироженку, и будем смотреть какой-нибудь сериал, думаю, а потом ложиться спать. Еще мне нужно дособирать чемодан, так как уже завтра мы улетаем домой. Вообще, я бы еще осталась в Питер, но понимаю, что начинается новая учебная неделя, нужно начинать как-то вливаться в учебный процесс, а я все еще отдыхаю. Вроде бы, я сделала все ДЗ уже к репетиторам, по школе, и, в принципе, могу спокойно отдыхать, но все равно присутствует какое-то волнение, что что-то забыла, или еще что-то. День у нас 11 часов, Роксана буквально недавно уехала, сейчас я буду ложиться спать, я собрала практически чемодан, завтра с утра нужно будет выселиться из отеля, вот, я очень рада, потому что день прошел просто великолепно, вообще до сих пор принять осознание того, что сегодня я увидела в живу своего репетитора, но это было незабываемо. На этом второй влог из Питера подходит к концу, я надеюсь, что вам понравилось это видео, если это так, то не забывайте про пальчики вверх, ну а с вами была я, Полина Вернер, и всем пока-пока, пока!